Здравствуйте, это Укрлайф, мы продолжаем наши прямые эфиры и сегодня будем говорить по скайпу с Алимом Алиевым, который является медиаконсультантом и организатором общественного движения Крым СОС. Мы знаем, какую роль сыграла в Евромайдан СОС, мы знаем очень это хорошо движение, и вот сейчас Алим создает Крым СОС. Алим, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, много там ваших родственников в Крыму осталось, друзей, и как вообще у них-то сейчас настроение, и к чему они готовятся? В самом деле у меня живут все мои родственники в Крыму, и большинство друзей, которые есть, они также в Крыму, причем они рассредоточены по разным уголкам Крыма. У всех настроение очень, ну, понятное дело, что к этой ситуации нельзя легко относиться, и люди очень взволнованы. Они никогда не ожидали, как и я, собственно, что там по нашей родной земле будут ездить военные с оружием другой страны. И захватывать, и захватывать территорию нашей родины. И это, ну, поэтому люди, на самом деле для них сейчас самое главное, это вот сохранить спокойствие и тот мир межнациональный, который есть в Крыму. И об этом говорят мои родственники. Они там, и русские, и крымские татары, и украинцы, и греки, и армяне, и болгары понимают, что их могут использовать вот для того, чтобы вот эту ситуацию подорвать, да, и вот для нагнетения. Но я уверен, что крымчане намного мудрее, чем правители, которые хотят эту войну. Алим, скажите, ну, очевидно, что Путин рассчитывал, что, наверное, на то, что русскоязычное население бросится обнимать нежно российские войска и встречать их с хлебом с солью. Скажите, пожалуйста, вот как складываются сейчас отношения в Крыму, вот между крымскими татарами, русскоязычным населением, и насколько русскоязычное население активно поддерживает сейчас эти российские войска? Потому что это же не просто туристы, а это танки и люди с оружием на улицах. Да, да, да. Вы знаете, я думаю, что да, они ожидали, что там будут все с цветами выходить и встречать танки с солдатами. Такое есть, не будем отрицать, но такого очень мало, и то есть это не пол Крыма вышло, как там раньше говорили, что там большинство Крыма поддерживает. А крымчане, которые, если смотреть на электоральную палитру, которые постоянно поддерживали партию регионов и президента Януковича, они сейчас, ну, они опешили, потому что они также не ожидали увидеть, и для них это неприятно, когда по их улицам ездят солдаты, им страшно. И они говорят о том, что да, мы хотим, чтобы Киев на нас обращал внимание. Если посмотреть на историю независимости украинскую и отношения Киева и Крыма, то отношения были потеряны не сейчас, они вот на протяжении этого периода были потеряны. И люди хотят большего внимания со стороны Киева, но они не хотят отделения к России, что вот сейчас уже очевидно. Раньше это было очень часто на митингах проговорено, либо там среди людей, а когда ситуация де-факто уже такая предвоенная, то люди говорят, ну, мы хотим мира. Вот в некоторых социальных сетях некоторые пишут о том, что идет эвакуация, ну, стараются, по крайней мере, покинуть Крым. Женщины, дети, насколько это так? Потому что очень противоречивая же информация идет из Крыма, и сложно понять, где правда, где нет. Вы знаете, к нам на Крымсос поступает в личных сообщениях очень много информации с предложением принять беженцев из Крыма по разным уголкам Украины. Это и Львов, и Киев, и Чернигов, и Вано-Франковск. Но мы эту информацию передаем крымчанам, и крымчане говорят, мы сейчас никуда не поймем, потому что это наша родина. И крымские татары особенно говорят, мы не для того, чтобы возвращались и проходили депортацию, и возвращались 24 года назад, чтобы снова просто уезжать со своей родины. То есть мы будем находиться на своей родине. Скажите, по информации людей, которые сейчас в Крыму, как ведут себя российские солдаты? Вы знаете, когда человек захватывает территорию другого человека, я думаю, что это нельзя назвать мирным поведением. И на самом вот сегодня ночь нам поступила информация, мы ее проверяли, что завозят, завозят еще, еще, еще людей с оружием, то есть солдатов из России. Причем завозят уже людей, которые, там, кавказской внешности, которые, в принципе, чем-то похожи на крымских татар, да, внешне. И таким образом можно очень легко сделать провокацию Крыму именно на межнациональном уровне, чего больше всего боится и Крым, и русские украинцы. Вы знаете, за 25 лет совместного проживания русских, украинцев, разных национальностей и крымских татар, межлис среди некрымских татар воспринимался достаточно критично. Но сейчас люди приходят к межлису разных национальностей и говорят, давайте бороться вместе, потому что мы понимаем, что мы хотим сохранить мир. И когда афганцы и межлис патрулируют мечети, церкви и синагоги, это, я думаю, о многом говорят. Расскажите, Алим, пожалуйста, немного о своем общественном движении КрымСОС, потому что мы же знаем, что, я повторю, что разная информация приходит из Крыма, очень сложно понимать, какая из нее достоверная, а какая нет, чтобы не поддаваться панике. Расскажите, пожалуйста, об этом, и, может быть, мы тоже расскажем. Я и двое моих коллег-журналистов и общественных деятелей, Тамила Ташева и Сергей Мусаева из Киева, и они сейчас находятся во Львове физически, 27 февраля мы, увидев, какая ситуация, увидев, что люди, которые находятся как в Крыму, так и не в Крыму, получают искаженную информацию, либо ее не получают, потому что ее мало было. Мы решили создать портал в Фейсбуке, страницу в Фейсбуке КрымСОС. Сейчас, вот буквально вчера, мы набрали много волонтеров, как в Киеве, так и во Львове, которые проверяют информацию. У нас целая команда верификаторов, потому что очень много дезинформации. Людей пытаются просто банально запугать. Мы проверяем эту информацию и даем, то есть мы систематизировано, у нас около 200-300 источников информации, мы ее проверяем и потом только вывешиваем на наши страницы. Также мы завели англоязычную страницу, потому что там и для англоязычных журналистов, которые в Крыму, и для англоязычной публики Фейсбук, для них важно получать информацию. Также мы понимаем, что очень важно работать с жителями Крыма и, в принципе, Юга и Востока Украины, которые, к сожалению, привыкли получать информацию из российских телеканалов, из российских средств массовой информации. И мы создали страницы ВКонтакте, в Одноклассниках, где эта аудитория, русскоязычная страница, где эта аудитория сосредоточена, и пытаемся доносить им эту разностороннюю информацию. Снова же подчеркну, если есть заявление так называемого премьер-министра, самопроглашенного Крыма, Аксенова, то мы даем это заявление. Мы пытаемся дать всю палитру, при этом, если нужна какая-то помощь со стороны, например, украинских военных, мы также ее публикуем. Скажите, пожалуйста, Рифат Чубаров, глава Меджлиса, заявил вчера, что по идеологической обработке, которая сейчас идет в России, дословно он сказал, что идет подготовка к уничтожению крымских татар. Вы делали какой-то такой анализ, и действительно ли можно делать вот такой вот достаточно... Вы знаете, на самом деле здесь понятное дело, что крымские татары выступают форпостом украинского унитарного государства в Крыму, и крымские татары уж точно не хотят быть с Россией, потому что исторический опыт у нас уже есть. И мы... Я уверен, что если, не дай бог, такое будет, то это будет партизанская война продолжительная. Причем крымские татары полвека назад потеряли 50% своего населения во время депортации, и у нас это... В нашей памяти это еще свежо. И мы понимаем, что сейчас в российских СМИ очень часто говорят о бандеровцах-националистах, которые будут приезжать в Крым, которые будут убивать русских, потому что они говорят по-русски. Ну, то есть это абсолютный бред, да. Я, находясь сейчас во Львове, я могу спокойно говорить и на русском, и на украинском, и на английском языках, да. Абсолютно. Я здесь живу уже 5 лет. И этот стереотип, который на протяжении десятка лет навязывался людям, то он очень силен. Относительно крымских татар и позиции Рифата Абдурахмановича, ну, то есть я с ним согласен, что это может привести к плачевным последствиям. Алим, скажите, вы как медиаконсультант, вот можете как-то объяснить, почему так случилось, что вот в Крыму народ смотрит только почему-то российское телевидение? Вот как это случилось? Ведь у них же тоже есть украинские каналы. Как это вообще вот могло произойти? Вот сами-то вы как анализируете? И вообще можно ли уйти из этого? И тогда через какие каналы можно к этим людям обращаться и просто говорить с ними? Да, здесь это снова же произошло не сегодня. Это произошло вот на протяжении этих 20 лет. А Крым в советское время был процветающим регионом. Да, это всесоюзная здравница, как мы помним, называлась. А потом, после развала Советского Союза, Крым начал превращаться в депрессивный регион, где зимой очень сложно найти работу. Люди рассчитывают на курортный сезон, которого, к слову, в этом году уже не будет, это понятно. И люди привыкли понимать, что правоприемником Советского Союза есть Российская Федерация. И сильная рука, которая может нам помочь. И поэтому наши братья русские, есть вот эта очень сильная привязка идентичности «я крымский-русский». И поэтому я получаю информацию, я считаю, что достоверная информация со стороны России насчет Крыма. Я хочу слышать то, что я хочу слышать. Люди, которые хотят слышать объективную реальность, они будут смотреть грамматические талабачения, они будут смотреть там украинский канал, даже, ну, слушайте, BBC, CNN, Bloomberg и в этом направлении. Но здесь снова же проблема того, что большинство крымчан не выезжало не просто за территорию Украины, а в Европу, оно не выезжало за территорию Крыма. И когда в дискурсе витают вот эти фразы, что «от там где-то на Украине», то есть не ассоциируя себя со страной, это складывалось с годами. И здесь вопрос снова же сарафанного радио. Когда люди, вот эта сила слова называется, когда там передача от одного человека к другому человеку информации, слухов и так далее, вот что Россия нам поможет, сильная рука там Путина, она муссировалась на протяжении не последнего года, то есть это на протяжении уже 20 лет. А как вы думаете, вот по каким каналам все-таки можно обращаться к этим людям? Вот готовы ли они сейчас включать украинские каналы, смотреть, слушать? Отрезлили ли многих вот эти танки на улицах, то есть бронетранспортеры, военные? Или все-таки сложно? Вы знаете, часть отрезвили это однозначно, но мы понимаем, что часть все-таки будет встречать их с цветами. И здесь вопрос авторитетов, которые будут крымчан призывать к миру и призывать получать объективную информацию. Сейчас ни в коем случае нельзя привозить в Крым ни правый сектор, ни министров, которые назначены по квоте свободы. Я не знаю, насколько даже Кличко будет сейчас авторитетем в Крыму, но мировые авторитеты в том числе, они могут, я думаю, я даже уверен, что они не могут помочь разрешить эту конфликтную ситуацию в Крыму. И снова же, и снова же, когда простые люди рассказывают другим простым людям, то есть это вот это сарафанное радио в другую сторону. Ну и вот последний вопрос, может быть он немножко повторяет мой первый. Насколько сейчас увеличилось единство между русскими, русскоговорящими людьми и крымско-татарским народом? Ну вот и говорю же, что снова же, когда люди разных национальностей вместе охраняют свою территорию, потому что они понимают, что они крымчане. Вот знаете, раньше у многих не было чувства того, что вот это моя территория, было чувство того, что я здесь гость и временно приехал. А сейчас люди начинают понимать, что мы русские, но мы хотим быть в Украине. И этот месседж сейчас очень сильно муссируется. Среди Крыма, к сожалению, он намного меньше силен в Севастополе. Севастополь как режимный город, который был, как город, где находится Черноморский флот. Там абсолютно, у меня друзья там живут, которые там и поддерживали в свое время и Евромайдан, и которым сейчас тяжело. И они рассказывают, что если ты без георгиевской ленточки, символ, который абсолютно дискредитирован за последние несколько месяцев, то у тебя могут быть проблемы. Могут быть проблемы? Что такое могут быть проблемы? Ну, что могут побить на улице или что такое проблемы? Заклинить? Абсолютно. Да, да, да. Ну, вчера я буквально вечером говорил по телефону с Катей Горчинской, это редактор КИП. Да, 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 да. И она рассказывала, как она в Крым добиралась. Она говорит, ты понимаешь, это уже территория неукраинская, когда стоят три блокпоста, это казаки, там эти солдаты российских войск без шевронов, и люди, которые, Беркут, которые там, крымский Беркут, который вот, собственно, перешел на эту российскую сторону. И их не пустили, журналистов не пустили, и ей пришлось вернуться в Киев. То есть все-таки она и не попала туда, Катя Горчинская? Не попала, но вчера она мне сказала, что воздушное сообщение с Симферополем открыто было, и журналисты Киевпост все-таки полетели. Там Богдан Кутепов из Громадского, Талабача, это тоже очень тяжело добиралось вообще, проблема это. Вы представляете, когда люди другой страны не пускают граждан этой страны, на которой они находятся, на свою же территорию? Это сюрреализм. Ну и последний вопрос. Вот вчера Меркель по Нью-Йорк Таймсу сказал о том, что Меркель заявила Обаме, что Путин живет практически в другой реальности, в другом мире. И вот это, к сожалению, очень неутешительная новость, я думаю, для всех нас. Абсолютно. Мы видим, что другой мир Януковича к чему привел месяц назад, еще даже меньше, чем месяц назад. И, вы знаете, у Путина вот такое маниакальное желание дестабилизировать все регионы, которые находятся вокруг России, и таким образом вот эти имперские амбиции усилить. То есть там и Кавказ, я имею в виду, и вот мы сейчас Крым. Там, ну, то есть это что-то страшное. Я понимаю, что его может остановить только мировое сообщество. То есть это и ООН, и в том числе и заявление НАТО, и Большой Семерки. То есть уже мы говорим о Большой Семерке, потому что де-факто Большой Восьмерки уже нет. Ну, вчера вот по некоторым заявлениям министр иностранных дел Германии сказал, что нужно попытаться найти еще какой-то другой способ, потому что Большая Восьмерка, это был единственный способ говорить с Путиным, и мы, может быть, не стоит сразу это обрезать, поживем-увидим. Вот, Алим, я... Абсолютно. Сейчас нужно говорить только дипломатическим языком. Стараться находить все способы этого и не допустить кровопролития. Это очень важно, потому что вы понимаете, что Крым — это и мусульмане, и христиане, и иудеи, и разные национальности, и другие. Разные вероисповедания такие. Алим, спасибо вам огромное, и пусть все будет хорошо с вашими родными, близкими, друзьями, и всем, кто живет в Крыму, и пусть все будет мирно, и всего хорошего, были рады с вами говорить. Всего хорошего. И в победе. До свидания. Да, в победе.